Субтитры создавал DimaTorzok И мне так приятно сказать вам, что пришли письма, открытки, прекрасные стихи, и дети пели. Так прекрасно. Но это все не может выразить этих чувств, такого ликования и такого искреннего ощущения счастья. Вам необходима мать, которая заботилась бы о вас, смотрела за вами, и которая была бы способна трансформировать вас с огромной мудростью. Так что в каждый день рождения я нахожу, что сахаджа-йоги также расширяют их сердца и понимают, что они более ни капли, а они неотъемлемая часть этого океана. И что сам этот океан будет стоять за них и заботиться о них. Это океан будет питать их. И этот же океан будет направлять их. Так что связь между каплей и океаном должна быть полностью установлена. Поэтому ограничения капли должны совершенным образом раствориться в этом величии океана. Если мы будем заботиться и говорить хорошие вещи, мы сможем улучшить глубину коллектива. И если у нас будет искреннее желание быть коллективным, это желание быть коллективным, должно быть очень искренним. Так начнется ваше расширение. Первое, что необходимо, это искренность к самому себе. Конечно, из-за того, что мы выходим из состояния капли, капли, маленькой ограниченной капли из этой фазы. Мы вновь и вновь впадаем в ее ограничения. Но у нас должно быть свое собственное видение, чем мы будем в будущем. Чем вы хотите быть в будущем? Таким образом, искренность сама по себе в отношении мысли, что вы хотите быть коллективными, сама по себе сломает все барьеры. Если вы искренни во всем, тогда вы забываете о времени, забываете о труде, забываете обо всем, вы хотите достичь этого, даже в мелочах. Откуда приходит эта искренность? Две вещи вырабатывают эту искренность. Первое, вы должны сами видеть, что такое сахаджа-йога. Что она дала вам? Она дала вам реализацию. Она дала вам это более широкое видение. Она дала вам коллективное сознание. Она дала вам безмысленное сознание, и сознание без сомнения. Она сделала вас совсем другими людьми. Как яйцо становится птицей. И сейчас вы птицы, и вы не сможете вновь оказаться в скорлупе. Как только вы поймете, что сахаджа-йога дала вам, а также поймете, чего вы в ней достигли. То есть, вы получили знание, знание о кундалини, что было тайным знанием все эти годы. Совершенно секретным знанием. Никто не знал о ней. Это все было подпольным. Все знания о кундалини, всем знанием о кундалини вы обладаете. Очень ясно. Не посещая никакого колледжа, школы, университета, ничего. Безо всякой лаборатории вы экспериментировали с ней. Вы определили, что такое кундалини. И вы видели это своими собственными глазами. Вы видели, как поднимается кундалини. Вы давали реализацию другим. Вы ощутили уже не только прохладный ветерок Святого Духа, но и свои собственные силы. Также вы увидели, что вы на самом деле стали совсем не такими, какими вы были в вашем знании понимания вещей. Итак, если это знание теперь до такой степени в вас, и если вы теперь выполномочены поднимать кундалини у других людей, чего не делал ни один великий святой прежде, ни один великий мудрец, махариши, никто из этих великих людей, живших на Земле. Только лишь очень-очень немногие люди обладали этой способностью поднимать кундалини все эти годы, которые обладаете вы. Вы понимаете, что такое чакры, и вы можете диагностировать их, даже дети могут это делать. Мы должны понять, что это что-то великое. На человеческом уровне мы не знали ни слова об этом. Мы даже не слышали такого слова кундалини. И в такое короткое время вы стали обладать этим знанием. Это благословение Сахаджа-йоги. Так что, когда вы видите это, что вы обладаете таким большим знанием и свет вашего внимания, как он работает, и когда вы видите, как много благословений, как они приходят, и как автоматически, не делая ничего, вы достигаете результатов. Вы удивлены и не можете понять, как это происходит, как это действует. Я здесь, и внезапно происходит это. Я там, и внезапно происходит то, как этот океан в каждый момент во всех деталях вырабатывает все. Все это должно открыть вам глаза на тот факт, что мы более неподобны обычным людям. Вы сейчас мудрецы, вы сейчас святые, поэтому наше отношение должно измениться. Столь многие люди все еще животные. Посмотрите, как они убивают, как они ведут себя, они даже еще не люди. Вы живете с ними, вы видите их каждый день, этих преступников. Но не только это, у них очень низкий уровень культуры, вы легко можете назвать их животными. Даже есть люди, далее есть люди, которые наполовину животные, наполовину люди. И у нас есть некоторые люди, которые на самом деле люди, это искатели. Позвольте им пройти вперед, если не хотят. И это понимание того, чего вы достигли в Сахаджа-йоге, должно немедленно заставить вас понять, кто вы. И когда все это произошло с нами, автоматически вы должны быть очень искренними в отношении этого. Вы должны чувствовать, что вы достигли чего-то на самом деле реального, чего-то великого. Так что мы должны быть искренними, ментально так же, если вы чувствуете это. Поэтому первое, что вы желаете, это вы чувствуете на ментальном уровне, что это так важно, это так важно, это так важно, столь ценно, вы становитесь очень искренними в отношении этого. первое. А второе заключается в том, что если вы видите что-то, знаете что-то, вы начинаете открывать свое сердце. Второе, это вы должны открыть свое сердце. так что искренность приходит с открытием сердца. Если ваше сердце не открыто, вы не можете быть искренними. Что же это означает, что ваше сердце не открыто? Давайте посмотрим. Вы родились снова, вы получили вашу реализацию, поэтому это также в какой-то степени ваш день рождения. Но с ростом вашего знания и понимания ваше сердце не шло в ногу. какова же причина этого? Что заставляет ваше сердце оставаться на прежнем уровне? Вы можете очень легко найти, что ваше сердце управляет телом, управляет мозгом, управляет всем. Потому что если останавливается сердце, то останавливается все. мозг, то сердце не остановится. Поэтому сердце наиболее важное и оно управляет всем тем, что находится в вас. этот особый очень деликатный инструмент, который вызывает циркуляцию. Если он становится как камень, как оно тогда будет пульсировать? так что когда мы говорим увеличьте ваше сердце, это значит, что эта окаменелость вашего сердца должна расплавиться. Но как оно окаменеет? Мы должны найти корни этого. Оно становится подобным камню, потому что сердце управляет мозгом. как имеется семь аур мозга, подобным образом имеется и семь аур вашего сердца. И все эти ауры управляют аурами мозга. На вашем мозгу, как вы знаете, есть две субстанции эго и условности. которые начинают оказывать чрезмерное давление на мозг. В результате все эти ауры подвергаются давлению. Так что и ауры, окружающие сердце, также подвергаются давлению. Но мозг может думать, как-то я очень хорошо знаю, как поднять кундалини, я знаю, как сделать это, я знаю все. Он не становится таким окаменевшим. Он может мыслить. Любой человек с окаменевшим сердцем может мыслить, как Гитлер. Так что мозг не столь подвержен влиянию условности и эго. Он не становится подобным камнем, который не может думать. Если эго слишком велико, если это эго, может стать глупым, но он мыслит, но он на самом деле становится глупым. Любой, кто является эгоистом, агия которого блокируется, становится глупцом, вне сомнения. посмотрите, как он ведет себя, когда он говорит, то, как он старается делать все, это такая рисовка, и он становится глупым человеком. Любой мудрый человек видит это, что это такой глупый человек. Итак, что же мы находим, что разум покрыт суперэго, но это не делает мозг этого человека каменным. Напротив, это делает человека глупым, но не человеком с каменной головой. И такой глупый человек может продолжать говорить всевозможные вещи, но вы можете немедленно распознать такого глупого человека, без труда. вторая вторая сторона это условности нашего сознания. Это даже более плохая вещь, более хитрая, потому что тот, у кого есть условности, он не очень проявляется, он не рисуется, но он хитер, и его мозг покрыт такими идеями, которые являются асахадж, как если кому-то, кто присутствовал на моей будже, видел, как мне мыли руки, предложить эту воду, он скажет, зачем мне брать эту воду, которую вымыли руки матери. Так что вместо того, чтобы сказать, что у матери колоссальные вибрации на руках, и когда мы моем их, они вибрируют и эту воду, он не поверит этому, потому что условность такова, что когда бы вынимали свои руки, с них уходит только лишь грязь, так что они не думают о вибрациях. Все такие условности, всеми такими условностями полно сознания людей. Из-за этих условностей они не могут прийти к сердцу. Но что происходит? Что они думают об этом с большой хитростью? Могут, говорят безмысливцы, и пытаются убедить вас, что они правы. Они не глупые, они идиоты. говорят как идиоты. И вы принимаете эти идиотские вещи. В них совсем нет мудрости. Так что один человек глупый, второй идиот. Между этими двумя находятся сахаджа-йоги. Так что эти условности извращают мозг, но не делают его окаменевшим. Единственное, что делает его каменным, это то, если человек рождается с каким-то умственным отклонением, так что он не способен мыслить, а иначе мозг продолжает думать. С условностями ли, с эголи, но он продолжает думать. Такой мозг не должен оказывать влияние на сердце, потому что сердце воздействует на мозг, но ауры, которые проявляются из сердца, начинают становиться тусклыми, а то и вовсе исчезают. Так что ауры, окружающие сердце, очень чувствительны, и они чувствуют, что бесполезно освещать такой мозг. Они начинают становиться все меньше и меньше, и вот как сердце становится маленьким. Потому что у них не остается смысла жизни, и они становятся все меньше и меньше. В результате сердце становится маленьким. И мы называем такого человека с маленьким сердцем, сердцем цыпленка. И мы всегда говорим, что этот человек с окаменевшим сердцем. Все это происходит из-за условностей и эго человеческого сознания. сердцем становится каменным, потому что сердце чувствует. Мозг не столь чувствителен. Если вы поместите что-то мягкое в воду, оно расплавится, но поместите в воду камень и кипятите его, с ним ничего не случится. Так что сердце, будучи очень чувствительным и тонким, становится подобным камнем, как будто сваренным в жаре волн головного мозга. И такой человек становится человеком с окаменевшим сердцем. Он не знает даже, как ему сказать одно приятное слово. Он все время ненавидит людей, говорит такое, чего нельзя говорить. Все время думает, что такое сказать, чтобы обидеть другого человека. Как мне сделать так, чтобы другой человек пошел совсем по другому пути, потому что это хитрое отношение. Из-за эго сердце опять-таки леденеет. эго а затем сердце думает. Не думает, сердце тогда не может излучать никаких аур в мозге. А мозг начинает думать, что область сердца кончена, и сердце не может меня больше контролировать. А сердце начинает думать, что оно само выполнит всю работу. Я имею в виду, голова начинает говорить так, а сердце становится маленьким, окаменевшим, и оно не действует. Так что теперь власть переходит к мозгу. Мозг берет власть, и мозг начинает действовать сам. Таким образом, что мы не можем понять. Они ведут себя как животные, они ведут себя как сатанинские люди, они становятся очень жестокими, и они не знают, как им сказать что-то на самом деле хорошее другим. в них появляется своего рода лживая гордость, и такие люди все время обижают других, оскорбляют другим, до тех пор, пока они не встретят кого-то подобного им, и тогда оба из них рухнут. это единственное препятствие для них, а иначе к настоящему времени все были бы кончены, но из-за того, что два человека с эго не могут пребывать вместе, они нейтрализуют друг другу, слава Богу, мы в безопасности здесь. Поэтому эти два условия, которые фактически находятся в мозгу, эти два условия замораживают сердце и делают его доминирование равным нулю, и тогда мозг начинает утверждать себя. Вот почему мы не знаем, как быть добрыми с другими, как быть приятными, как помогать другим, как быть нежными и как быть способными ободрять, защищать других. Все это мы уже унаследовали. У нас уже было окаменевшее сердце, когда мы пришли к Сахарджа-йогу, а наш мозг был полон или эго, или супер-эго. Сейчас же с подъемом вашей кундалини вы можете прежде всего очистить ваше сердце. Так что искренность появится, когда кундалини пройдет и коснется вашей Брамарандры, которая есть местопребывания вашего сердца и которая расширится. Тогда сердце вернется как король, вернется назад и станет доминировать над мозгом. Когда сердце возвращается, немедленно вы можете определить, что люди, которые вас раздражали, с которыми вы не разговаривали, с которыми вы не хотели иметь никаких дел, вызывают в вас дружеские чувства, у вас с ними нет никаких проблем. Различным образом люди доставляли вам хлопоты, но весь этот вред и все это остальное просто исчезает и вы начинаете становиться такими приятными и прекрасными. Что произошло? Это то, что кундалини прикоснулось к вашей прагмарандре, где находится местопребывание сердца. И как только она открывается, так же открывается и ваше сердце и оно пробуждается и думает, что я позволил этому мозгу управлять мною. Как оно смеет управлять мною? Оно просто прыгнет на него. И мы видели, как неожиданно люди преображаются. Это просто замечательно. Один человек в Америке рассказал мне, мать, после реализации я стал столь зрелым, я превратился в очень мягкого человека. И я не хотел никогда видеть своего дяди, никого, и когда он встретил его и сказал, привет, дядя, дядя стал смотреть на него, ты в порядке? Он никогда не видел такого. И когда он подошел и спросил, как ты, в порядке, дядя? Может, я могу помочь тебе чем-то? Очень приятные вещи он сказал, дядя ответил, ты что, пьян или что? Как ты можешь так хорошо со мной разговаривать? Я не могу в это поверить. Вот что происходит. И вот почему нам нужно понять, что все эти вещи легко отбросить, потому что вы приобрели их, с ними можно покончить, потому что мы приобрели их. Они не должны быть повсюду нашими родственниками. Так что и эго, и супер-эго будут взорваны, как только ваше сердце пробудется. Так что когда мы имеем дело с людьми, мы должны также открыть свои глаза так же, чтобы общаться с другими очень достойным образом, как, например, говоря самому себе, нет, я не верю, что этот человек такой плохой. Если мы будем о нем заботиться, он будет стать хорошим. Я не думаю, что этот такой плохой. Принимать что-то, что-то плохое, очень легко для человека. И как только они начинают принимать это, тогда они строят что-то вроде крепости и живут там и думают, что они самые лучшие люди. А больше хороших нет. Так что все общины, все общество, все человечество страдает из-за этих мыслей. И Сахаджа-йога единственное, что может излечить это. Сахаджа-йога единственное, что остановит это. И эту роль будете играть вы. Поэтому я утверждаю, что искренно придет только тогда, когда вы будете вновь и вновь поднимать кундалини и открывать вашу Брамаранду. Тогда ваше сердце поднимется. Оно станет очень пробужденным. и примет под свою команду ваш нос, который все время думает, 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 как сумасшедший. И как только это произойдет, тогда вы поймете, что сейчас вы в сознании без сомнения. Так что отношения между этими двумя нужно полностью понять, что в начале доминирования сердца, или, можно сказать, королевской власти сердца, бросается вызов. Оно принижается, сводится до нуля, а затем этот мозг становится королем и начинает править нами. Я думаю, я чувствую, означает мозг, эго. Если вы сможете отказаться от этого, я думаю, я хочу, все будет в порядке. Вы должны сказать, я хочу, это не то, это тело хочет этого. Вы отделяете себя, постепенно вы начинаете отделять себя от всех таких ситуаций, никогда не говоря, я хочу, которые идут от этого тела, этой головы. Вы начинаете отделяться. И как только вы начинаете отделяться, все эти барьеры эго и супер-эго исчезнут. Потому что на самом деле от этих двух легко избавиться. Очень легко избавиться от них. Только лишь подъемом вашей кундалини и раскрытием вашей брамаранды. Это величайшее ваше достижение, что вы можете пробить вашу брамаранду, заставить вашу кундалини соединиться со все проникающей энергии. Вот почему я всегда говорю, что вы должны медитировать и вы должны пребывать в безмысленном сознании, и тогда это получится. Не обращайте ваше внимание на внешние вещи. Конечно, вы в определенной степени ответственны за сахаджа-йогу, потому что вы искренни в отношении ее. Вы не можете себя принуждать. Так что я скажу вновь и вновь, извести вашу искренность, насколько вы искренни в отношении сахаджа-йоги. сахаджа-йоги. Некоторые люди легкомысленно к этому относятся, говоря, Мать, я был глуп, я заблуждался, я запутался. Вы не можете говорить так. Вы не говорите, потому что вы обязаны сахаджа-йоги. Все вы обязаны сахаджа-йоги. Это новая жизнь для вас. Так что вы не можете говорить, я запутался или я был глуп и сделал это. Вы скажете себя, я не могу этого делать. Мать на самом деле очень напряженно трудилась со всей искренностью и мы не можем быть неискренними в отношении этого. Мы не хотим быть лицемерными. Это лицемерие, совершенное лицемерие. Говорить одно, а делать в другой. Если у вас есть хоть какое-то чувство благодарности и самоуважения, тогда вы никогда не должны говорить, мать, я сделал это по ошибке, или я запутался, или я был глуп. это означает, что вы очень посредственная личность и у вас нет чувства благодарности ни к сахаджа-йоге, ни к себе. Но самое лучшее из этого мне не нужна сахаджа-йога и что сахаджа-йога не нуждается в вас. Вам нужна сахаджа-йога. сахаджа-йога сама по себе совершенна, она не нуждается в вас. Она полна и будет оставаться такой совершенным образом. У нее будет ее собственное положение, ее собственный статус, ее собственное достоинство, все останется в целости и сохранности. Но если вы захотите что-то получить от нее, тогда вы должны работать. Как если вы хотите принести воду из риги Ганги, у вас должен быть соответствующий кувшин, который достаточно глубок, чтобы набрать в него воды. Но если вы возьмете камень, что вы им принесете? Но Ганга течет, она есть то, чем она является, она обладает своей собственной емкостью, она не изменится от того, что вы возьмете камень. Так что сейчас вы должны понять, поднимайте ваши кундалини, насколько это возможно для вас. Старайтесь все время держать ваше внимание на кундалини. Смотрите, где имеются проблемы, устраняйте их, вы должны совершенным образом очиститься от них, найдите, где ваши проблемы. И поднимайте ваши кундалини много раз и следите, чтобы ваш поток в области родничковой конси был в порядке, так, чтобы ваше сердце расширяло. Вы можете сказать, что в определенной степени это механический процесс, но даже этого вы не делаете. Если бы вы делали это, ваше сердце увеличилось бы. И вы тогда сами сказали бы, мать, мое сердце стало большим как эйша. А затем вы увидите чудеса вашего сердца, как оно излучает вибрации, благодаря которым вы становитесь такими сострадательными, такими динамичными, я бы попросил о вас открыть сегодня ваши сердца на этой пудре. Вы были очень прикующими и счастливыми и, должно быть, почувствовали, что ваше сердце открылось, потому что я вижу, что у Сахаджа-йогов очень большое сердце для меня, а для себя у них нет его. Они будут делать все для меня, но ничего для самих себя. Они будут работать с утра до вечера, чтобы украсить зал, чтобы сделать все. Они должны быть послали мне все эти цветы отовсюду. Но если я говорю им, медитируйте ради себя, то они не делают этого. Того, что они должны достичь ради самих себя, они не делают. Такова ситуация. Так что вместо того, чтобы тратить понапрасну всю свою энергию, чтобы украсить все это, вы лучше украсть самих себя внутри, с искренностью, с хорошими мыслями по отношению к себе, что вы способны, совершенно способные люди. И вы можете воспользоваться своим воображением, вашим разумом, рационализмом, всем, чем по вашему мнению вы обладаете, чтобы найти способ, чтобы поддерживать ваше сердце большим. И это сегодняшнее сообщение на день рождения для всего мира, потому что я почувствовала, что весь мир сегодня был подобен большому пульсирующему сердцу. Я приняла последний звонок и пришла сюда. Отсюда мне звонили. На меня пролился этот дождь прекрасных слов, которые они говорили. Все это было, но я просто окунулась в это. Я просто промокла насквозь. Это было слишком много для меня. Такие прекрасные слова от детей и от женщин, очень-очень хорошие от мужчин. И это было удивительно, как в этих людях кипело наслаждение, что сегодня мой день рождения. Таким же образом, пожалуйста, считайте, что каждый день это ваш день рождения, поднимая вашу кундалини и поддерживая стандарт вашей кундалини выше и выше. Чем больше вы будете открывать, тем больше нитей кундалини будет выходить, и тем больше ваше сердце будет открываться, и если оно пробудется, оно станет более могущественным и открытым большим сердцем и могущественным сердцем, и вы можете доминировать над вашим мозгом, который дает вам все эти странные мысли. Я надеюсь, что это произойдет в этом году здесь, и люди станут стараться поставить это целью, иметь большое сердце. Большое сердце не означает глупость. Не означает это. Большое сердце означает такое сердце, в которое вы можете поместить меня. Ведь я довольно большой человек. Так что у вас должно быть очень большое сердце, чтобы я могла пребывать в нем. Вот что такое большое сердце. И вот чем вы должны обладать. Если это произойдет, все тогда получится очень хорошо. Так что в отношении смирения вы должны знать, как вам достичь этого смирения. И вы должны знать, как вам быть тем, от чего вы не отказываетесь, потому что вы смиряетесь таким образом, что вы расширяете свое сердце совершенно. Помещаете в него меня, и затем храните ваши цветы в себе, чтобы дать их мне в то время, когда вы будете полностью управлять сами собой. У вас должны быть эмоции, ваши чувства, как цветы. Вы должны держать их при себе, а не часть этого же океана, вашего сердца. И как только вы будете готовы, все будет сделано, весь дом готов, тогда приносите цветы, эмоции, хорошие вещи, прекрасные вещи, и питайте их. Нужно научиться, я думаю, должны быть какие-то книги о том, как говорить приятное другим. Мы должны постараться найти такие книги, или написать такие книги, как говорить хорошие вещи, как нам заботиться о других, как нам заставить других почувствовать нашу любовь, выражение любви. И это должна быть книга, которая реально поможет людям понять, что это приятно говорить. И как только вы будете говорить приятное другим, это хорошее вернется к вам. Как я говорила, как ряд, который возвращается к берегу, и вы будете очень счастливы. Говорите, и говорите хорошее, то, что доставляет удовольствие. И это будет весьма оценено, но вы должны говорить это искренне, а не просто, чтобы задобрить кого-то или говорить что-то, а просто, чтобы быть хорошими, очень поверхностно, как говорят, спасибо, 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 но это должно быть от вашего сердца, как говорится. Тогда вы удивитесь, но сердце другого человека откроется, и из этого сердца потекут эти прекрасные святые эмоции к вам. Так что, с одной стороны, вам нужно расширить ваше сердце, а с другой стороны, вы должны сохранить все эти прекрасные, хорошие, тонкие чувства внутри вас, впитывая их отовсюду, а затем в нужный момент изливать их. Это искусство. Как эти цветы в саду. Вначале они там сохраняются, а в нужное время вы приносите их. Так что, они испытывают эту славу, что ими пользуются в нужное время. Вот какими мы должны быть в нашем сердце, потому что люди очень тонкие, прекрасное создание. И чтобы сделать их прекрасными, вы должны говорить прекрасные вещи. Этот язык не для того, чтобы говорить грубости, чтобы высмеивать других, чтобы дразнить других, но для того, чтобы говорить такие прекрасные вещи, так, чтобы другой человек также впитывал эту красоту. Я видел дела, как люди прекрасно говорили, и это сохранилось в моей памяти. И когда будет подходящий момент, я скажу это другим. Подумайте об этом. Вот прекрасное предложение. Вот как хорошо он сказал. Хорошо, где же я могу использовать это? Когда я иду в магазин, я вижу, что это, о, это хорошо, это будет хорошо для того человека. Надо это купить. Таким же образом, если вы найдете хорошее чувство, хорошие эмоции, хорошие вещи, высказанные кем-то, что вы тогда делаете? Вы собираете их. Все это, храните это и используйте их в нужное время и в нужном месте. Это мудрость Шри Ганеши. Невинные люди, самые искренние люди. Невинные люди. Те же, те, кто слишком умны и хитри, не могут быть искренними, потому что они наслаждаются своей хитростью, они наслаждаются своим так называемым великолепием. Они никогда не могут быть. Те же люди, которые просты, которые любят, которые заботятся любовью больше, чем кто бы то ни был. Говорят очень хорошие вещи, искренние. Сегодня я хотела много сказать вам, какие я испытываю чувства в отношении этого дня рождения в Австралии. Но я сказала вам, что слова не могут передать этого, потому что, понимаете, Австралия это столь далекая страна, чтобы приезжать к ней. И так много людей сидят и поют Агата Свагатам. В это невозможно поверить. Невозможно поверить. Потому что я не даю вам никаких денег, ни вы не даете мне никаких денег, вы не обязаны говорить ничего такого. Но вы не только делаете, но вы наслаждаетесь этим. Это что-то великое. Вы наслаждаетесь этим. И это и есть то, что когда ваше сердце большое, что бы вы ни делали для других, вы наслаждаетесь. Вы наслаждаетесь, совершая хорошее. Вы наслаждаетесь, когда поете что-то хорошее. Так что у нас должны быть изысканные цветы и всего самого прекрасного. У нас должны быть изысканнейшие эмоции, которые мы могли бы выразить друг к другу. Начните с этого сегодня, я должна сказать, начните с этого. Так что с 1990-го мы будем все время говорить что-то прекрасное друг к другу. Все время. И пусть ваши уши будут все время открыты, пусть ваши глаза будут открыты. И когда бы у вас не предоставилось возможности, когда бы вы не услышали что-то подобное, храните это в вашей памяти и воспользуйтесь этим снова. Сегодня я просто очарована. И это слишком много для меня. На самом деле даже поверить, что так много сахаджа-йогов будут в Австралии, которые так далеко. Это ваша ответственность. Это ваша ответственность быть искренними в отношении сахаджа-йогов. И если вы будете все делать в полной искренне, вы никогда не будете думать о тех странных скорах, о которых я слышал. раньше. Вы просто будете думать, что у нас есть мать, и мы должны вместе заботиться и любить друг друга, и все время говорить что-то хорошее друг другу. Так, чтобы эта любовь росла. Если кто-то будет пытаться говорить что-то, что отбивало бы чьё-то сердце, он будет совершать грех, это грех, разбить сердце святого, это величайший грех, и он будет наказан за это. Так что сейчас вы все святые и мудрецы, вы должны уважать друг друга. Не только это, но вы должны наслаждаться вашей искренности. Вот правильный путь. Старайтесь понять, наслаждайтесь вашей искренности. Если в голову вам лезут все эти глупые вещи, выбрасывайте их, потому что я слышу о таком большом количестве вторых тут и там, просто подумайте, что вы сахаджа-йоги или вы заурядные улыбки с улицей. Происходит это, происходит то, с детьми в отношении детей. Также я уже говорил вам, посылайте своих детей в инди. В любом случае вы эгоистичны в отношении их. Вы знаете, что они неправильно развиваются. Так что посылайте их в инди. В этом вы откроете ваши сердца, потому что весь мир ваши родственники, весь мир ваша семья. Куда бы вы ни пошли, повсюду, во всем мире вы найдете того, кто будет любить вас, кто будет заботиться о вас, кто сделает все для вас. Вы должны знать, что всюду кто-то будет сидеть и ждать, чтобы вы повстречались с ним. Что это ваш человек. Я сейчас думала о музыкантах, когда они пойдут в Сингапур. Что произойдет? Есть большая проблема. Я пробовала и то, и другое, чтобы ее решить. Внезапно я сделала бандан и позвонила Бала. И Бала сказала мне, что все в порядке, что она позвонит своей матери и та позаботится о них. проблема решена. Если будет возникать любая такая проблема, она будет решена для вас, потому что вы искренни. Но если вы неискренни, вы будете встречаться лишь с неискренними людьми. И тогда вы будете опускаться, опускаться в ваших собственных глазах и в глазах других. и вам не будет места в сахаджа-йоге. Сахаджа-йоге нет места для искренних людей. Так что старайтесь развивать вашу искренность. Поднимайте ваши кундалини сколько раз сколько можете. Поддерживайте ее на сахаджа-йоге и следите, чтобы ваше сердце открывалось. Это самый лучший способ. Девушка спросила меня, как мне открыть сердце? Я ответила, возьми ключ. Я не знала, как сказать ей. Открыть ваше сердце значит поднять вашу кундалини поддерживать ее на брамарандра и следить, чтобы брамарандра открывалась. Не только это, но вы должны смотреть, как расширяя ваше сердце, будучи добрым в отношении к другим. Как вы чувствуете? Есть люди, которые не говорят много, кто не встречается с другими, у которых есть отговорки. Они живут так, как будто они живут где-то в воздухе. Такого иначе это очень неестественное поведение для сахаджа-йога. Я так много сказала вам сегодня, потому что я думаю забота, любовь, мудрость и терпение должны быть впитаны. Если я ваша гуру, если я ваша мать, вы должны впитать эти качества. Я беспокоюсь обо всем. Если кто-то в беде, я беспокоюсь. Я утрясти проблему этого человека. Любой, у кого есть проблема, она просто пристает ко мне до тех пор, пока я ее не решу. Я откровенно говорю вам так же. Скажем о ваших детях, женах, мужьях, что здесь что-то не в порядке, это должно быть исправлено, потому что я забочусь о вас. Таким должно быть и ваше отношение к сахаджа-йогам и сахаджа-йоге. И это так усилит вас, потому что вы заботитесь и поэтому заботятся и другие. Можете вы представить индийскую женщину, подобную мне, о которой заботилось бы так много людей? Зачем им заботиться обо мне в конце концов? Хорошо, вы сахаджа-йоги, но есть люди, которые не являются сахаджа-йогами, скажу я вам, которых я встречала с детства, кто не мои родственники, а они все заботятся обо мне, просто из-за того, что я заботюсь о них, я беспокоюсь о них. Любой, кто рассказывает мне о своей проблеме, она просто прилипает к моей голове, как пень. До тех пор, пока я не решу эту проблему, я буду искать, как ее устранить. У меня нет моих собственных проблем. Точно так же и у вас не должно быть ваших собственных проблем, тогда только вы можете справиться. Хорошо? Да благословит вас Бог. На следующий год я надеюсь, вы все будете на моем дне рождения. В Индии мы собираемся организовать подобный тур, возможно это получится. Мы должны также посмотреть, скажем, сможем ли мы сделать это дешевле, чем здесь. Нам надо проследить за многими вещами, решить многое. Так много приехало. Сейчас мы можем начать пуджу. Изначально мы прочтем мантры Ганеши, чтобы вымыть мои стопы и один раз Адхарва Ширшу, потому что это страна Ганеши. А затем мы можем провести пуджу. пуджу Махалакшми в Новой Зеландии. Так что здесь сегодня мы можем провести пуджу Махакали, что означает самой Деви. Это будет хорошая мысль, потому что другая сила разрушения также начала широко действовать. И пуджа Махакали решит ваши левосторонние проблемы, потому что сейчас я очень сильно беспокоюсь о левосторонних проблемах. Никто не должен продолжать мириться с левосторонними проблемами, потому что тогда все эти болезни возьмут вверх очень быстро. Так что те, у кого есть левосторонние проблемы, я уже рассказала им, как и все эти с левосторонними свечами, пожалуйста, сделайте это. Любой, у кого есть левосторонние проблемы, не должен мириться с ними, он должен очиститься от них полностью. Поэтому давайте проведем Махакали, это будет лучше сегодня. Так что это разрушительная сила, которая работает даже над Сахаджа-йогами и помещает идеи в их головы, была бы очищена. Да благословит вас Бог. Продолжение следует...